Профсоюзная организация – это и есть работники. Это не какой-то чиновник в кабинете, который придет куда-то и что-то решит. Что сами работники должны проявлять, уже начинать активность, чтобы их рабочее место было безопасным, их труд оплачивался сполна. И как он того заслуживает. Медики скорой помощи из Шамбайской центральной районной больницы завершили итальянскую забастовку. Эта работа исключительно по нормативам и правилам по ведомственным приказам Минздрава, которые четко регламентируют состав общепрофильных выездных бригад. Акция началась 4 февраля, а участие в ней приняли 45 врачей. Все они выступили за увеличение доплат за сверхурочную работу. По условиям забастовки врачи должны были выезжать на вызовы только при полной укомплектованности. Мы привлекли огромное количество внимания к проблемам службы скорой помощи не только в отдельно взятой Шамбайской ЦРБ, где проходила акция итальянской забастовки, но и к проблемам скорой помощи в принципе в республике Башкорстан. Ну и, наверное, на федеральном уровне тоже. Потому что мы и добивались внимания надзорных органов, властей, СМИ к этим проблемам. Проблемам низкого уровня оплаты труда, плохих условий труда. У нас это сделать получилось, потому что надзорные органы все в принципе встали на нашу сторону, начиная с гострудинспекции, прокуратуры местной, прокуратуры республики, Росздравнадзора в том числе. То есть все эти ответы у нас есть. Как гласит опубликованное обращение профсоюза действия, забастовку врачи прекратили из-за ситуации с ковидом и дальнейшим кадровым дефицитом. Однако на это также повлияла и ситуация на Украине. Та операция военная, которая объявлена сейчас на территории Украины, то есть очень тяжелая внешняя политическая обстановка, мы в том числе, с учетом всего было сказанного в адрес нашего профсоюза и работников, это было в том числе фактором принятия этого решения. То есть мы опасаемся каких-то дальнейших репрессий уже под прикрытием. Во-первых, врачи как бы все военно обязаны, так или иначе, все медработники. Во-вторых, все время, которое шла акция, отдельные представители пытались представить наш профсоюз каким-то чуть ли не иностранным агентом, дестабилизирующим обстановку некую. Напомним, работу профсоюза действия и итальянскую забастовку врачей скорой помощи в Ишимбайской больнице осудили отдельные члены башкирского медсообщества. Свои мнения о ситуации высказали депутатку Рултая Башкирии Римма Утяшева, председатель профсоюза медработников Башкирии Рауль Халфин и хирург Вильтимир Булатов. Именитые медики назвали это провокацией и диверсией. После начала забастовки двум сотрудникам скорой отправили приказ о выходе на работу Почты России, причем в их выходной день. Другого врача уволили из-за того, что он якобы в ночную смену выезжал без дефибриллятора. По словам мужчины, с собой у него было портативное устройство, а стационарное в это время находилось на зарядке. Они будут восстановлены однозначно. Сейчас идут судебные процессы. Вот сегодня у нас второе судебное заседание у нашего председателя Рамиля Разяпова. Надзорные органы подтвердили незаконность увольнения всех троих. Предписание гострудинспекции было вынесено главному врачу. Помимо предписания на главного врача лично, как на должностное лицо, было составлено три административных протокола. То есть возбуждено три административных производства. Протоколы, надеюсь, уже тоже будут, либо уже есть, либо будут. Открытым пока остается вопрос, где именно будут работать врачи. Потому что коллектив скорой, который бастовал, отныне подчиняется руководству в Стерлитамаке. Просто в экстренном вавральном порядке было передано его отделение из его больницы в Стерлитамак, где действительно уровень коллективного договора, уровень организации самой службы скорой помощи находится на более высоком уровне. Это происходит в рамках создания межмуниципальных отделений скорой помощи. Естественно, из-за шимбаи скорую помощь никто не забрал. Она остается ровно там же, где есть. У работников сменился работодатель, а у собственности, то есть у здания, у машин, у всего оборудования сменился собственник имущества. Выплаты, которые руководство задолжало врачам, никто не вернет, поскольку это не делается задним числом. Сейчас на региональном уровне обсуждается повышение доплат медикам за ночную и сверхурочную работу, а также окладов. Итальянская забастовка – это просто демонстрация того, насколько разбалансирована система здравоохранения, конкретно раз мы медработниками говорим, что не работать без нарушений невозможно. То есть вот смысл был акции. Привлечь внимание к тому, что работники, которые не обращают внимания на то, что привыкли мы, мы вот так привыкли, здесь так заведено, мы так привыкли работать, так вот нам говорят, что это неправильно. То есть это угроза и самим работникам, и пациентам в том числе. Такая итальянская забастовка стала первой в своем роде в республике. Медики осознанно организовали объединение и, по сути, добились своего. В дальнейшем, говорит координатор профсоюза, к 2025 году в Башкирии служба скорой помощи возможно объединиться в единую организацию. Такое уже есть в Пензенской области. Там все врачи в равных условиях подчиняются одному коллективному договору, а все проблемы решает одно руководство. Эльна Рахасанова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.